У нас тоже есть, но они, как бы, время проходят, и, наверное, для других людей. А сейчас, как бы, какой важный период развития блокчейна, он становится мейнстримом. Технические задачи, которые, наверное, возникают, наверное, всем известны, это вопросы масштабируемости. Поэтому мы будем обсуждать в основном вопросы масштабируемости. Сейчас, например, Дмитрий Мешков, он работает в IHK Research, это крупная компания международная, которая занимается исследованием блокчейна, а также Дима действует с нами. И он как раз расскажет про направление масштабируемости блокчейна, это использование структур, а в целом структур данных, это, по-простому говоря, структуры, которые похожи на дерево Меркель, которые я думаю, многим известны. Но их очень много, и дерево Меркель – это самая простая структура, есть более сложные структуры, и они все чаще используются, и от них многое зависит в дальнейшем развитие блокчейна, и в том, насколько мы пошли в мире. Прошу. Спасибо. Всем привет. Я Николд Митрий, и действительно, я сегодня буду рассказывать про аутентифицированную структуру данных и их применение криптовалютам в блокчейне. Я начну с проблемы, которую мы пытались решить. Это проблема, которая исчезает из валидации транзакций. Если так попробовать оценить, валидация транзакций состоит из двух частей. Первая часть – это, как называемая, стейклесс-валидация. Валидация не семантики, а самой по себе транзакции, что комиссия не отрицательная, что подпись правильная, что остальные пополярные соответствуют тому, что ожидаемо. Все эти данные есть в самой транзакции, и ничего дополнительного помимо транзакций не требуют. Вторая часть – это валидация относительно текущего состояния системы. Попробуемый стоит валидацион. В простейшем случае, например, то, что у отправителя есть достаточное количество монеток, которые он пересылает, если это просто перевод монет. Эта валидация требует для себя стейкл. В простейшем случае, как я нарисовал снизу, это мапа из публичного ключа к балансу отправителя. То есть нам надо знать, на каком адресе лежит эта количество монеток, и в этом случае мы сможем провалюдировать, действительно ли такая транзакция совершена или нет. А в биткоине это немножко по-другому. Это B2XO, это неиспользованный мой отблута. Этот стейк занимает в биткоине порядка полутора гигабайт, что, в принципе, не так уж много, наверное, но для криптовалют, в которых живет больше одного токена, мы, собственно, действительно делали эту работу для платформы Waze, где развивается, что внутри одного блокчейна живет большое количество разных ассетов, так называемых, помимо Waze может жить еще огромное количество разных ассетов, кто угодно может их создать, и они будут переводиться пользователю в пользователю и так далее. И тут уже получается, что у нас есть большое количество разных стейтов по разным ассетам, и чтобы варюзировать весь блокчейн, нам нужно иметь большое количество стейтов, каждый из которых хранит балансы всех публичных ключей, которые имеют на что. Вот этот стейт уже может быть совсем огромным, там десятки, сотни гигабайт или больше, и возникает вопрос, где его хранить? Собственно, вариантов по сути два. Первый вариант, хранить этот стоит на жестком диске, для жесткого диска 10-100 гигабайт это не проблема, но тогда валидация транзакции становится мемерной, и это может приводить к финалу в сервер с атаком, примерно подобные применения атак мы видели в сети Ethereum, где были созданы специальные транзакции, которые активно дергают жесткий диск, валидация одной транзакции могла занимать несколько секунд, соответственно, валидация блока занимать огромное время, гораздо больше, чем ожидаемое время между блоками, и валидация блоков стала медленнее, чем, собственно, создание блоков, что, в общем, привело к большим проблемам в сети, мы там хардворки для этого делали, и половина сети развалилась, но подобная ситуация, в принципе, очень плоха, и хочется все-таки иметь быструю валидацию. Для быстрой валидации надо класть в сети стейтус. Почему создать диск не используют недавно? Ну, создать диск тоже достаточно медленно, я чуть позже приведу к графику. Да, ну, на первом же званке, да, SSD. Вторая идея класть это все в оперативку, чтобы можно было быстро все валидировать, но 10 гигабайт оперативки есть в каждом ладбуке, а 100 совсем редко. И мы приходим к другой проблеме, что валидировать наш блокчейн могут только очень... эффективно валидировать наш блокчейн могут только очень мощные компьютеры, и мы приходим к проблемам централизации. У нас будет всего несколько мощных компьютеров, на которых все сети держатся, их можно вывести из строя, а не продаваться и так далее. Мы хотим построить, собственно, такую систему мульти-расетную, в которой валидация блокчейна будет очень легкой, в которой на любом ноутбуке можно будет провалидировать весь блокчейн эффективно, без каких-то подобных атак. Что мы для этого предлагаем делать? Основная идея использовать аутентифицированную структуру данных. Здесь я привел слайд, как это может быть, в принципе, примерно реализовано, но идея в том, чтобы добавить в блок, помимо самих транзакций, еще и доказательство этих транзакций. Опять-таки, в простейшем случае, это доказательство того, что у управителя есть нужный баланс, чтобы послать эту транзакцию. Подобная идея была высказана в статье Беловайпа в прошлом году, и, собственно, от нее мы и исходили. Дальше, наверное, я немножко... Давайте спрошу, кто знает, что такое деревья Меркла, и знает, как они устроены. Ну, я чуть-чуть тогда расскажу поподробнее, что это такое и зачем это нужно, и как оно работает. Есть у нас некий массив данных, допустим, ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4 в простом случае. И мы хотим отдавать этот массив по кусочкам, но доказательство того, что эти кусочки принадлежат этому большому массиву. Собственно, вот, рукоднета было не очень много, но я уверен, что почти все этими деревьями пользовались, потому что их использует технология торрент, где вы берете большой файл, качаете фильм, он вам отдает этот фильм кусочком, но он присылает вам не просто кусочек этого фильма, а еще кусочек, с доказательством того, что он принадлежит этому фильму, действительно, это не какой-то ревый кусочек, и его положение в этом месте. И это все строго заказано, вас никто не может подмануть и подсунуть, вместо того, что вы хотите, что-нибудь еще, какой-то антивирус вам заслась. Как они устроены? Собственно, разбиваем на кусочки наши данные, дальше прогоняем каждый отдельно кусочек данных через хэш, в принципе, это необязательный шаг, но он почти всегда используется, то есть у нас уже получается набор хэшей, вот х1, хэш или львы, 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 львы и так далее, если это большие куски. А дальше мы эти хэши попарно опять хэшируем, то есть мы хэш, львы, хэш или львы, хэшируем вместе с, хэшируем вместе, получаем хэш 0, хэш 1, 0, хэш 1, 1, хэшируем вместе, получаем хэш 1, и так далее, складываем это все, так попарно, мы переходим к одному хэшу, он написан как топ хэш, или root хэш, его часто называют, у нас есть один хэш, который и идентифицирует всю нашу структуру, собственно, когда вы качаете в какую-нибудь сторону, вы качаете вот этот root хэш, его вам достаточно для того, чтобы провалидировать то, что нужные вам куски, действительно принадлежат этому массиву данных. Как устроено доказательство того, что мы хотим? Допустим, мы хотим доказать, что кусочек львы действительно принадлежит интересующему нас массиву данных. У нас есть только топ хэш на данный момент, 5-го валидатора, и к нам присылают кусочек львы, но к нам присылают не только кусочек львы, а еще также хэш 0,0 и хэш 1. Что мы делаем после этого? Мы, а, и на самом деле еще положение этого хэша львы во всем массиве. Но что мы делаем после этого? Мы хэшируем львы, получаем только хэш, получаем хэш 1,0, знаем хэш 1,0,1 и знаем хэш 0,0, хэшируем их вместе, получаем хэш 0, зная хэш 0 и зная хэш 1, мы хэшируем их вместе и получаем топ хэш. Дальше, собственно, мы проверяем, то, что получившиеся на результате вычисления топ хэш совпадают с тем, что мы ожидаем то, что у нас есть. То есть мы храним у себя только маленький кусочек данных, 32 байта, топ хэш, и нам присылают данные с небольшими доказательствами, эти доказательства, а грифмически зависит от объема данных, то есть это всего несколько, на самом деле, других хэшей, то есть несколько кусочков по 32 байта, но мы гарантированно знаем, что вот этот кусок данных хэй 2 действительно принадлежит тому, тому осему данных, который мы хотим скачать. Я надеюсь, что я как-то ввел в то, что такое дерево мертвое, и как оно позволяет что-то доказать. Дальше буду уже говорить про то, как мы предлагаем это использовать в применении криптовалютам. Но, собственно, идея исходная, достаточно простая, что у нас есть стейт, у нас есть мапа из публичных ключей в плык баланса. Мы можем поверить вот этого всего стейта, поверить, построить дерево метла, дать валидатору root-хэшер дерево метла, и дальше вместе с транзакциями класть доказательства баланса отправителя. То есть мы кладем доказательства баланса в публичном ключе 1, и, собственно, становится уже, галлюдатору не нужно хранить у себя весь стейт, он вместе с транзакциями получил доказательства того, что у правителя есть нужное количество монеток, может это проверить. А тут это то, что я вот тут в первом пункте обозначил как изи, но этого на самом деле недостаточно, потому что словарь, наш стейт, он динамический, он изменяется. Это было бы хорошо, если бы это было все статически, тогда root-хэш один раз можно было бы скачать и относительно его все валидировать, но root-хэш меняется, и, собственно, в этом при такой схеме, как я и писал, получается, что майнер становится неким, ну, майнер наш, который дает нам root-хэш, становится неким доверенным лицом, что он нам предоставляет доказательства балансов, но мы и представляем новый root-хэш, но правильный новый root-хэш или нет, для дерева меркла рассчитать невозможно. Поэтому мы и будем дальше переходить к другим структурам данных. То, что мы хотим сделать, это доказать не только то, что у отправителя есть нужный баланс, но и то, что майнер сделал правильные изменения в стейте, ничего не дописал себе, изменил только то, что мы ожидаем, и оставить таким образом систему полностью децентрализованной, что никакой доверенной сущности нет, есть только продательство. Собственно, такая модель существует относительно недавно, по-моему, она родилась в 2007, что возможно это сделать, возможно не просто доказать то, что какой-то элемент принадлежит к массиву данных или не принадлежит, но и доказать изменение самого структура данных, изменение самой структуры данных, то есть это такое расширенное доказательство, доказывает не только баланс, не только сам элемент, но и изменение в самом деле, и в этом случае у проверяющего эти доказательства будет возможность проверить не только сам элемент, который лежит в каком-то месте, но и рассчитать новый root hash, относительно которого он уже будет проверять следующие доказательства, доказательства следующих транзакций. Таким образом, у нас в каждый момент времени проверяющий хранить только root hash, текущий root hash дерева, к нему приходит провод, доказывающий баланс правителей, и он высчитывает следующий root hash, в каждый момент времени он хранит только root hash, и круг по кругу он начисляет ноль. Это требует чуть большую работу от грувера, но в качестве грувера в данном случае у нас выступает маньяка, который может формирует блок и помещает это доказательство в proof. Собственно, ему недостаточно хранить просто вот такой вот стейт, ему нужно поверх этого стейт устроить дерево и класть доказательства для нужных публичных ключей в блок. Такие тупати, то, что называется доказательство, как это говорит не только сам элемент доказательства, но и изменения в самом деле. В принципе, в этой системе остается возможна полная верификация, как она была раньше, когда мы имеем полный стейт на верифайере и исходя из него и транзакции, которые приходят в блоке, мы рассчитываем на новый стейт. Но становится, возможно, совсем легкий верифайер, который хранит только root hash текущего стейта, и исходя из транзакции и proofов, он рассчитывает root hash для следующего блока и так далее, и так далее. Верифайер нужно хранить для того, чтобы проверять блокчейн у себя, пока надо всего несколько байт. Почему поменялись в порядке ПК-1 и ПК-2? Случайно, я извиняюсь. А, тут ПК-1, тут ПК-2, это какие-то балансы. Прошу прощения. Расскажу про предыдущую работу. Собственно, модель появилась сама по себе, тупать моду, которая позволяет доказывать изменения где-то в 2007 году. Ну, первая, пока мы не нашли, появилась, я, в принципе, выложу пока презентацию, можете не фотографировать лишний раз, но интересует. В 2007 году она появилась для скеплиста, для реконструктуры как киплист. Скиплист позволяет действительно делать вставки, делать такие динамические доказательства, доказательства изменения. И нас тут интересует, в первую очередь, размер пруфа, потому что все-таки это тоже узкое место в блокчейне, это размер блоков и сетевой уровень. Хочется добиться минимального размера самих доказательств, которые мы дополнительно хотим класть. Блок, но где-то рядом. Размеры доказательств до скеплиста это полтора на логарифм числа элементов. Ну, тут сразу скажу, что минимальный случай идеально сбалансированного дерева это просто логарифма, без какой-то констанции, но скеплист вот на 50% хуже. Полтора раза хуже, чем идеально сбалансированное дерево. В принципе, это хороший результат. Есть и другие структуры, но в частности, тут я выделю работу Эндрю Миллера, Миллер, Хикс, Кац и Ши, в которой реализован фрейворк. Это позволяет, в принципе, любую структуру данных сделать аутентифицированной по такой модели. Тупати Могл, они реализовывали, у них лучше всего получилось в их модели, что лучший результат они получили для красно-черных деревьев. Размер пруфа для поиска у них примерно такой же, как 1,7 логен. То есть доказательство существования какого-то элемента. Но красно-черные деревья требуют достаточно много узлов, не включенных в сам круг для ре-балансировки. То есть когда мы хотим получить некую сбалансированную деревню, когда мы вставляем туда новый элемент или когда мы вываляем из него новый элемент, нам нужно произвести ре-балансировку. Тут весь вопрос в том, есть ли у нас все необходимые данные в круге, в доказательстве для ре-балансировки уже, или нам нужно еще что-то дополнительно положить. В случае с кип-вистаном все данные, которые нам нужны для ре-балансировки, в доказательстве уже есть, поэтому никакой дополнительной нагрузки на insert нет. Но в случае красно-черных деревьев есть достаточно большая дополнительная нагрузка доказательства именно ре-балансировки, и поэтому доказательства становятся в 5 раз лучше, чем в идеально сбалансированную деревню. Что-то достаточно много. А также упомяну про эфирю, про рекорд-эфирю. В ней, насколько нам известно, единственное, где сейчас используется аутентифицированная структура для аутентификации всего стейта целиком. К заголовке каждого блока есть root-хэша всего стейта. Они используют собственную структуру мерка по 30 рай. Они используют ее только как set-fight-модел, то есть они не доказывают изменения между root-хэшами, но ее можно использовать для доказательства существования какого-нибудь элемента в стейте. она при лукаве, при поиске, какого-нибудь элемента, она в 3 раза хуже, чем в идеальном случае. И чтобы при вставке, мы не знаем, но это точно не лучше, чем 3-лога, потому что вставка может потребовать дополнительных данных, но меньше данных от этого не будет. И, собственно, наше достижение, мы применили эту модель для HVL-деревьев, и получилось, что у них все гораздо лучше. У них и размер как для лукава, так и для инсерта очень близок к идеальному. Дерево в любой момент времени очень хорошо сбалансировано. Есть теоретические оценки, что в худшей ситуации при худшем распределении ключей высота дерева и размер пруфа будет 1,4 ОГН. То есть даже худший случай будет лучше, чем в среднем случае для скип-листая и для всех остальных деревьев, но для случайного распределения ключей, на котором мы тестировали, это очень-очень близко к идеально сбалансированному дереву и просто ОГН. Но есть еще на самом деле одно свойство, которое я пока что говорил только по размеру доказательств, есть еще одно свойство, которое нам важно было, и почему мы не стали просто так использовать скип-лист, который в принципе не так уж и плохо, это детерминизм. Скип-лист это случайная структура, и скип-листой зависит от того, в каком порядке мы вставляем элементы. В принципе, в ходе полагается просто бросать монетку, чтобы определять, в какое место это вставляет. Естественно, распределенной системой не можем бросать монетку никаким образом. Но и более того, это сразу же открывает возможность для нового вида атак, когда атакующий может вставлять такие элементы в нашу структуру, слайд-таки транзакция, которые будут создавать новые ключи, которые сделают скип-лист сильно неизбалансированный. То есть 1,5 логен это в среднем, это если кидать случайно ключи, но если специальным образом создавать ключи, то этот скип-лист может быть сильно неизбалансирован, входит в прост вариант, что для доказательства какого-то элемента нужно все остальные элементы будут включить. Виал-деревья была нужным свойством, они терминистичны, вне зависимости от порядка вставки элементов. Они всегда доверяют к одному и тому же дереву, и вне зависимости от распределения ключей, их худший случай, это 1,4 логен, то есть подобной атаки в случае виал-деревьях нет. Тут основные идеи, почему мы использовали виал-деревья, но в принципе известно, что они лучше сбалансированные, чем скип-листы, чем красно-черные деревья. А можешь сбалансированные деревья? А что такое сбалансированные деревья? В принципе сбалансировка это расстояние между наименьшей веткой и самой длинной веткой. По большому счету, если у нас есть набор веток в дереве, то мы можем сделать, как я рисовал, где-то путь. Ну, не важно. Да, здесь, да. Здесь вот любая ветка у нас имеет размер в длину 2. от вершины мы должны пройти два пузла. Раз, два. До любого места. Но это не обязательно так. Может быть, какая-то такая ситуация, где есть еще вот тут два элемента. Слева дерево длиннее, чем справа. Тогда я вот... Ну, и, собственно, интересующий смысл, чтобы это было максимально близко друг к другу. Потому что если дерево будет плохо сбалансировано, будут какие-то очень длинные пути, а длинные пути – это длинные размеры показательства. Собственно, количество хешей, которые мы включаем к показательству, это длина ветки. Поэтому, если дерево плохо сбалансировано, у него есть длинные ветки, и размеры показательства для этих длинных веток будет гораздо хуже, чем в том числе. То есть, доказательства это путь, да? Доказательства это путь, фактически, да. Но это комплементарные хеши, но по большому счету, да, это путь. И, собственно, чем дальше нам надо идти от вершины до листа дерева, тем длиннее будут доказательства. Дальше. Дальше.